здравствуйте мои дорогие зрители с вами Гурам Карсанов долго-долго говорил про это место обещал показать и наконец-то выдала сегодня такая возможность конечно долго поднимались часа два и это все по кустам по крутому подъему мы на вершине Лисайкоп Лисайкоп виден из Вахтаны да практически со всего Знаворского района это высокая гора на вершине которой расположена вот эта боевая крепость боевая крепость и как я говорил рядом к нему пристроена еще часовня сейчас я сделаю круг со всех сторон посмотрим и потом покажу еще всю поляну значит под Лисайкоп внизу находится селение Лиса и Ожура дальше внизу Жагина Терегуан и Знаворский район вниз и в ту сторону в северную сторону тут Вахтана и другие села когда-то это были густонаселенные места но примерно где-то в середине 20 века эти места стали пустовать они начали спускаться наравне очень мощный замок может по величине он небольшой но даже если он небольшой само место расположения очень крутое тут уходит вниз крутые обрывы крутые обрывы смотрите вниз так что его даже в современный по современным реалиям очень трудно покорить я не думаю что он был когда-либо покоренным тем более он я думаю еще выполнял функции сторожевой башни сигнальной вот здесь части не отвалилась лесовая часть из крупных камней которые вот жители селения Лиса здесь отмечают вот допустим завтра в понедельник какое у нас число будет завтра 15 мая они отмечают день этого святилища то есть даже день когда спустя неделю неделю назад был это вот день 20 или сейчас смотрите какая красота камень селени Вахтан отличается от других камней тем что он такой вулканического образования вот видите какой камень как будто прожжен такая лава как будто бы сейчас здесь весна и вся жирность просыпается вся эта мошкара кусается к сожалению вот а вот это уже пристроена часовня это северная часть поэтому очень много мха я здесь не был 2001 года сам вот если мы сюда часто ходили так как я племянник сейчас продолжим вот так как я вахтанский племянник часто свои каникулы мы сюда приходили с родственниками это уже окно в сторону алтаря и в сторону востока чуть не подвернулся смотрите вниз куда такие действенные леса там вниз уходит очень крутой спуск тут надо подниматься со стороны ожура или со стороны вахтаны потому что иначе по гребню идти легче хотя тоже подъем тут крутой ну здесь просто невозможно поднимешься конечно через не могу выдохнишься так что мало не покажется все обвалилась ну попробуем зайти вот здесь есть надписи тесно кто-нибудь сможет их расшифровать куда церковь пристроенная и боевая башня и над входом на на греческом написано или на латыни в общем сейчас зайдем попытаемся посмотреть что внутри страшненько я думаю что здесь уже был получше вход к сожалению камера не может передать но вот буду освещать и по мере этого смотрите я вижу кто-то здесь для ночевок держит спальник каремат кастрюли и палатка наверно там так алтаря здесь нет места захоронения тоже нет сводный потолок к сожалению это надо надо все это беречь иначе никак так здесь голосницы для лучшей акустики вот там было длинной кувшин и акустика создавалась благодаря этому чуть-чуть оставим денежку пускай вас тех конечно благословить сделать страшную картину страшно вот оставлю-ка здесь монетки здесь жертвенник деньги оставляют как вы знаете из святых мест это большой грех забирать деньги эти деньги потом уходят на день а когда бывает это день этого святого интересные пунктический камень и потрясающее место вылезем наверное раньше по другому сейчас вот так стало вот а если забираться на саму крепость то надо вот все честной компании забрались наверх на второй этаж отсюда и спуск на первый этаж но пока это показываю смотрите если такие углубления которые не камин нет и там еще какие-то ставки были в бок это что мог быть шкаф это барная стойка стопроцентно куста знает древности бар арах сан обожали конечно и богин и вот крыши уже нет чтобы это том что крыша была не типичный как грузин допустим соли каменный свод астинский этот деревянное перекрытие но за счет того что держится первые тоже не обваливается здесь все таки наверно каменность вот самой крепости внутри уже как джунгли вот вход здесь у нас значит на уровне реально второго этажа там еще чуть подальше есть еще кое-какое строение потом проверим вот ребята собираются спуститься в первом этажу вот там уже судя по всему был камень на том месте чем-то же согревались да и судя по всему здесь вот обвалилась же сильно обвалилась верхние камни в общем это вот внутри все вроде как плюс полез это вот то самое растение которое зимой летом одним цветом типа лаврушки что и погружение не снимаешь я снимаю снимаю так вот ребята спустили вниз ну чё у нас там они сказали что нашли царицу товар все 1 2 жалых гвоздя у это уже находка по большому счету здесь сказать так ничего необычного здесь нет такой типовая крепость башня и назвать его там сверхъестественным просто само его расположение очень крутое высоко на горе сейчас здесь я думаю что раньше этого леса не было потому что я обзор был хороший да и по деревьям видно что молодняк 100 лет может быть есть деревья которым побольше 100 лет но судя по всему это была лысая гора вот сейчас вот так но не не часто увидишь такое чтобы к крепостной стене была пристроена часовну вот в этом есть его особенность у меня сейчас здесь нету чем измерить высоту но я думаю что ну и высоко может быть 1500 метров будет над уровнем моря примерно вот так такие вот бойницы там наверху еще были бойницы первый этаж выполнял наверное хозяйственную функцию и я повторюсь здесь жилая зона а третий этаж там уже перекрыта деревянными балками вот остались как раз вот эти трубы эти да вот два три четыре должно было быть так деревянные балки я туда уже выход на 4 этаже на крышу оттуда уже идет оборона его смотреть на каком уровне находится вход в башню это два с половиной почти три метра от земли находится дверь и перед крепостью вот такая равнина здесь наверно тоже была огорожена крепостной стеной но там есть по краям кладки судя по всему она была небольшая и пойдем кого туда и сейчас посмотрим что там творится там тоже есть какая-то интересная кое-как спустились оттуда вот далеко видно что из себя представляет этот комплекс есть разводили костер судя по всему в принципе хорошее место для привала когда большие компании просто по таким нормам альпинистские он не попадает какие-то сложные категории мошкары много в это время и вот самое маленькое строение тоже похоже на крепость на ушах слишком тонкие стены какие-то только поблизости изучим вкладка из мелкого камня это могла быть как сторожевая башенька для жилого он слишком мелковат здесь много травы зелени дерево выросло посредине пройдет недолго времени это все развалится вот это находится ниже основной крепости здесь можно легко заблудиться к людям то за по-любому выйдете но заблудиться можно легко надо точно определить в какую сторону вот в той стороне видно что равнинная часть наверное туда и двинем сейчас вот оттуда я вам сниму другое видео и расскажу какие села в древности там находились и про фамилии которые я знаю вообще вот так долгожданный Лисаймасек на Лисайкоп Лисая гора не Лисая гора и вот так посмотрите еще вдали вот такая красотища если что-то интересно еще попадется естественно сегодня вас прогулки по осетии и закуп 15 мая 2017 года Карсанов Гурам Сердцем с вами Пока